Привет! Перед тем, как рассказать про данный аппарат, я хочу сказать, где на него самое лучшее предложение на рынке. В описании к видео есть ссылка, переходите по ней. При звонке в магазин или при заказе пишите в комментариях, что вы смотрели видео Ивана, соответственно, дайте мне максимальную скидку. И от меня там будет лучшая скидка на данный аппарат и лучшее предложение на рынке. То есть магазин работает более 7 лет, 5 звезд на маркете, 4,5 миллиона просмотров на ютубе, плюс гарантия 30 дней на возврат обмен вместо 14 по закону. Все аппараты продаются в заводской упаковке, 30 дней возврат обмен, но при этом вы покупаете устройство заведомо новое. Лучшее устройство, если вам нужна будет какая-то консультация по установке, она будет оказана. Есть видеоинструкции по установке самостоятельной с укладыванием, спрятанием проводов, подключением прикуривателя и так далее. Также есть скидки на установочные центры по всей России, прошу заметить. С любой точки России вы можете установить данное устройство со скидкой от нас. Я считаю, что это лучшее предложение, которое может быть только на рынке. Если это не так, звоните, мы это исправим. Итак, рассказываю про само устройство. А сегодня в видеообзоре у нас Streetstorm 9960 SE. Вот такое вот комбо-устройство. Сейчас я вам покажу. Видеорегистратор с радар-детектором. В чем изюминка этого аппарата? Вот так вот он выглядит. Экранчик. Один экранчик. У него есть старший собрат. 9970. То есть здесь два экрана отдельных. Вот на радарной части, на видеорегистратор. Здесь один экран и нет Bluetooth, по которому он обновляется с телефоном. Но есть OTG-разъем, через который он может обновляться. То есть это приставка, переход на него, но в комплекте его нет. Вот. В чем изюминка? Итак, здесь используются два процессора Amborello A7 для видеорегистратора. Да, не самый, не 12-й, да, но тем не менее позволяет снимать Super HD картинку. Вот, довольно неплохую для своего уровня, как бы, процессора, да. И отдельный процессор на радар-детектор. То есть, как бы, здесь соединены в этом аппарате два устройства. Вот. Что это дает? Ну, здесь на платформе Extreme Sensory, платформе Street Storm, самый мощный. Это дает то, что в режиме супертихий, да, это, ну, скажем так, режим сигнатурный, да, когда он по сигнатурам отсекает все помехи и показывает только радары, конкретные радары, которые он знает. А знает он много радаров. Потому что, опять же, повторюсь, у него отдельный процессор, и у него хватает времени и мозгов на то, чтобы обрабатывать эти сигнатуры и показывать радары. То есть, в режиме супертихий вы едете, и вот эти треноги все, которые стоят, он вам покажет, в отличие от других радаров, да, которые не показывают. То есть, здесь вот это заложена функция определения арены, определения Криса по сигнатуре. То есть, это ресурсоемкая, поэтому здесь отдельный процессор стоит. Вот, я вам сниму потом отдельное видео, как это работает. Вот, ну, собственно говоря, он построен на такой же платформе, как вот Street Storm 9540SQ, да, вот, который точно так же, ну, это чисто радар. То есть, он точно так же определяет все эти полицейские радары, да, и показывает их. Что еще могу сказать про него? Вот, ну, здесь стандартно, то есть, регулятор громкости, разъем USB, разъем HDMI, разъем microUSB. Вот, сверху кнопки переключения режимов, приглушение громкости, изменение яркости экрана, включение-выключение и переход в меню. Вот, с этой стороны кнопка Reset, если я, или микрофон. Здесь слот под карту памяти. Спереди, соответственно, видеорегистратор и линза, лазера, ну, соответственно, там радар. Вот еще, кстати, такой момент. Сверху, видите, такие разъемчики? То есть, он крепление на присоске к лобовому стеклу, вы одеваете его на это крепление, и он получает вот через такой провод. Вот провод здесь, два вида провода, один в прикуриватель, а второй вот такой для подключения к бортовой сети. То есть, он подключает через него, получает через него питание, и вы можете снять, поставить, убрать в бардачок, чтобы он не мусолил глаза на стекле, да, чтобы его не украли. И очень удобно, то есть, не надо отсоединять провода, то есть, просто сняли скрепление и убрали. А вот с этим проводом, соответственно, он будет еще и писать и следить за аккумулятором автомобиля. Когда у вас машина выключена, заперта, вы ушли, он продолжает снимать. Всерадарную часть обрубил и сведет только съемку видеорегистратора. Поэтому вот из комбоустройств, пожалуй, на данный момент, это одно из лучших, да, можно посмотреть на онлайн, там получше съемка за счет матрицы Sony, да. Здесь матрицы Sony нет, здесь матрица у нас, если я не ошибаюсь, Omnivision. Так. Ну, что-то я здесь не вижу, чтобы было подписано. Ну, пусть будет там невижен, да. Она снимает похуже, но я бы не сказал, что прям совсем все плохо, то есть, она снимает на хорошем вполне уровне. Но радарная часть здесь покруче будет, чем у ноу-лайна, за счет того, что вот в супертихом режиме он определяет вот все треноги, да, все вот эти вот радары, на которые он заявлен. Поэтому, пожалуй, из комбиков это один из лучших аппаратов, то есть, соревнуется с ноу-лайном. Если позволяет, как бы, бюджет, крайне рекомендую к покупке. С вами был Иван, удачи на дорогах, пока!